Немножко я расскажу про себя, то есть кто я такой и почему веду этот курс. Я выпускник МГТУ имени Баумана, кандидатик книжных наук, все мои разные регалии написаны на этом слайде. Наверное, самое главное, последние 22 года я занимаюсь обучением взрослых. Учебник прошел путь от маленького учебного центра, который был из одного-двух человек, до учебного центра, где 140 сотрудников, 250 преподавателей, 70 тысяч слушателей в год, 800 миллионов рублей оборотов. И весь этот путь проходил планомерно. В основном мы занимаемся таким обучением, которое является обучением на открытом рынке. То есть у нас минимальное количество каких-то госзаказов, каких-то неконкурентных сфер деятельности. В основном по всем нашим курсам у нас существуют конкуренты на рынке, и нам нужно с ними было активно бороться. И в области маркетинга мы накопили вполне приличный опыт. И думаю, что и этот опыт будет вам интересен, а также будут интересны, естественно, теоретические наработки и опыт других учебных центров. Зачем этот курс вообще нужен? И какие цели он предполагает? Цели курса – это дать систему построения маркетинга в образовании взрослых по версии Certified Program Planner. По-русски это перевести ужасно тяжело. Это что-то похоже на сертифицированный руководитель отдела дополнительного образования в образовательном учреждении. По стандарту Learn, это такая ассоциация Learning Resource Network, здесь нет опечатки, буква тут, ее быть не должно, это сокращение. Это ассоциация, которая занимается образованием взрослых и маркетингом, и многим чем интересным. И также я ознакомлю вас с маркетингом в нашем учебном центре, а также в других организациях учебных. Значит, что мы с вами на курсе изучим? Мы освоим теоретический материал курса, вот этот самый стандарт CPP. Так что вы сможете, как и я, сдать этот экзамен потом, если захотите. А если не захотите, можете не сдавать. Вы сможете ответить, я вам отвечу на вопросы по курсу. На самом деле, самые интересные и для меня, и для слушателей в любом курсе, это практические вопросы. Потому что и отвечать они как-то интереснее, и дискуссия развивается, и каждый раз, каждый курс задает свои вопросы. Поэтому это необычайно интересно. Потом мы смотрим, как теория применяется к практике и в нашем учебном центре, и в других учебных заведениях, и как ее приложить к вашей образовательной деятельности. Значит, зачем все это нужно? Нужно это для того, чтобы у вас улучшился маркетинг и организация, улучшились ваши маркетинговые материалы, брошюры, каталоги, сайт. Чтобы у вас ценовая ассортиментная политика улучшилась, вообще ценам и ценообразование всегда вызывает большой интерес у моих слушателей. А также, самая главная цель, чтобы вы повысили доходы вашей организации от обучения взрослых. А если будут расти доходы вашей организации, то, смею надеяться, у вас будет расти зарплата, и всем вам будет хорошо и приятно, и вы скажете, что не зря вы пошли на этот курс. Так, идем дальше. Значит, на чем основан курс? Это программа подготовки к экзамену. Это большой такой учебник, который я немножко перевел на русский язык, снабдил своими комментариями. Что-то типа, вот это американцы советуют, это у нас работает, или это американцы советуют, у нас-то работают с такими-такими-то оговорками, или это советуют, но у нас-то не работает, причем не работает не только у меня, не работает у одного, другого, третьего коллеги по цеху, конкурента, игрока рынка образовательных услуг. То есть, это программа не догма, а руководство действий. Вот. Опыт, и плюс доступна мне информация о рынке образовательных услуг в России. А информация-то я владею достаточно хорошо, потому что на рынке мы давно работаем на разных площадках, по разным курсам. Много лет я принимал участие в лицензировании образовательных учреждений дополнительного образования, как эксперт, и сейчас являюсь экспертом департамента образования. Поэтому навидался всякого, в общем-то, и кругозор достаточно хороший, поверьте мне. Так, идем дальше. Значит, ассоциация ЛЕРН, очень рекомендую посмотреть сайт ler.org, там много полезной информации. Кто захочет попасть в закрытую часть этого сайта, вступайте в ассоциацию МАБДО. Есть такая ассоциация МАБДО. Вот здесь старый сайт, новый сайт мабдо.ру, там все просто латинскими буквами. Старый тоже работает, но сейчас уже новый сайт сделан. Потому что членский взнос МАБДО открывает полный доступ ко всем ресурсам ЛЕРНа. Там коллективное членство. И плюс еще наша русская рассылка по новостям образования. То есть, кто еще не является членом МАБДО, очень рекомендую это делать. Членский взнос небольшой, порядка 9 тысяч рублей в год для компании, для организации. А до рассылки уже это окупает. Значит, книга по программе CPP в раздаче у вас будет в электронном виде. Экзамены – это вещь сугубо добровольная. Ну, я ездил, и сотрудники нашего учебного центра ездили сдавать их в Штаты. В принципе, если будет много желающих, мы можем принять их в Москве. Пока желающих не было. Пока народ как-то не очень любит сдавать экзамены. Так. Хорошо. Идем дальше с вами. Благодарности. Благодарности у нас тем, кто помогал мне. Естественно, все наши слушатели и все наши сотрудники, которые помогали мне в моей деятельности. Ассоциация Лерм и личный Вильям Глейс, которые как раз и познакомили меня с этой деятельностью. И с наукой в области Маркеса именно в образовании взрослых. Ничего другого я искал, не нашел ни в Европе, ни в России. Ну, и Демьянчик Анатолий, который бессменный президент Ассоциации МАПДО. Так. Пойдем дальше. Немножко о центре нашем расскажу, чтобы было понятно, почему мы берем на себя смелость утверждать, что наш опыт, опыт нашего учебного центра, он будет интересен вам. Значит, вот тут ключевые преимущества. Вы можете на них посмотреть, а я скажу немножко другое. То есть мы развивались от маленького учебного центра к большому. Мы занимаемся обучением по самым разным направлениям. Ой, бухгалтерский учет, и курсы ЕГЭ, и английский язык, и компьютерные курсы, и рисование, графика, дизайн. Ну, очень много чего мы занимаемся. Поэтому все это примерно знаем. Учим частных лиц, учим компании. Да, мы учим в Москве, но опыт работы не в Москве нам тоже известен. Мы работать не в Москве, пробовали, посмотрели. У нас это не получилось. На наших ошибках и успехах наших более удачных конкурентов в других городах тоже этот курс построен на этой информации. Так, вот, пожалуйста, те направления, по которым мы ведем. Здесь не написан английский, здесь не написаны бухгалтерские семинары. Это для нас новое направление. Так, дальше. Немножко по цифрам, просто, чтобы было понятно про наш центр. Значит, на рынке мы 22 года, то есть не так много учебных центров, которые без изменения команды, профиля деятельности и общего какого-то названия, плюс-минус там некоторые детали, такое время существует. Вот. И при этом увеличивают оборот, как это делаем. На сегодняшний день по авторизованным курсам Microsoft у нас 28% всего рынка по России и 50% по Москве. То есть каждый второй сертификат Microsoft в нашем городе выдается нашим учебным центром. Если вы посмотрите на любом трудоустроенном портале число людей, прошедших курсы, например, Excel, и потом посмотрите, сколько из них прошли эти курсы в нашем центре, то по Москве это будет порядка 40%. Некоторые цифры по нашей деятельности. 2009 год по 2013 год. Вот можно посмотреть рост, можно посмотреть рост и по числу слушателей, и по обороту. То есть, как бы, задача расти стоит перед нами каждый год, и мы эту задачу пока успешно решаем. Значит, по документам об образовании. Обращаю внимание, посмотрите, пожалуйста, на документ внизу. Если кто-то знает, в чем ошибка, может написать в чат. Вот. А если кто не знает, приходите на курс. Я расскажу, почему такой документ уже выдавать нельзя, и как, какой документ выдавать можно, и как это сделать так, чтобы ваши клиенты радовались, не грустили и платили вам хорошие деньги. Вот, в общем-то, радость клиентов – это ваши доходы. Так. Дальше пойдем. Международные сертификаты об окончании тоже вот здесь изображены. Посмотрите, пожалуйста. Вот. На самом деле, я не могу изобразить их все, потому что сертификатов у нас много, авторизаций тоже много, и, как я уже говорил, мы играем на самых разных площадках. Ну, тоже немножечко хвалилок. В последние 10 лет мы лучший учебный центр Microsoft нас признает, лучший учебный центр Autodesk. Мы единственный учебный центр, который входит в топ-100 ведущих IT-компаний. Ну, и так далее. На слайде все это есть, не буду слишком много хвалиться. Очень важный момент. Вот те, кто записался на бесплатный вебинар, уже сейчас могут получить один хороший совет, который вам поможет в работе. Это служба трудоустройства. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Я немножко расскажу вам, что наличие службы трудоустройства при учебном центре очень хорошо помогает набору слушателей частных лиц. Больше всего и лучше всего служба трудоустройства работает именно в эпоху кризиса, когда люди массово ищут работы, когда для них поиск работы является очень важным. У нас служба трудоустройства активно работала в 99-м году, и как начался кризис в 2008-м, мы уже знали, что делать. Мы расконсервировали службу трудоустройства, мы ввели эту систему, работает менеджер по трудоустройству, работает преподаватель курса технологии трудоустройства, проводятся дни карьеры ежемесячно. Мы получаем благодарственные письма от компании, что наши выпускники трудоустраиваются. И этот маркетинговый инструмент, поверьте мне, имеет великолепное соотношение качества-цена. То есть стоит это вам очень недорого, это небольшой кусочек зарплаты вашего менеджера по трудоустройству, а дает, очень важно, он дает вашим клиентам, частным лицам, заинтересованным в работе, уверенность в том, что они эту работу найдут. Идем дальше. Это я уже вам говорил, помимо того, что мы развивались, мы были маленькие, стали большими и развивались постепенно, мы развивались без внешнего финансирования. То есть с большим внешним капиталом развиваться легко и приятно. А если у вас нужно развиваться на собственной основе, с опорой на собственные силы, это немножко тяжелее. Вот мы это умеем. Еще вот последняя фраза, тоже заострю внимание, что мы всегда работали хорошо с точки зрения финансов. Мы никогда не сидели, стучу по дереву, без денег. Вот, и вы успешно пережили два кризиса, и я с удовольствием поделюсь нашим опытом, чтобы у вас тоже было хорошо все. Так, значит, вот этот слайд я показываю обычно на курсе. Сейчас мы не будем с вами знакомиться, я буду знакомиться с вами, когда вы придете на курс. Я попрошу каждого представиться, рассказать о своем опыте и о том, что он ждет о курсе. Обычно все это мы записываем в начале занятия, что вы хотите, зачем вы сюда пришли. А на последнем занятии мы смотрим, получили ли вы ответы, получили ли вы решение тех задач, с которыми вы подошли. И на самом деле мне удается строить курс, рассказывая и общее теоретическое положение, практически заявленное в программе, и ответить практически на все вопросы, с которыми мне приходили. То есть там особых сложностей не бывает. Вот, и повторюсь, что главная задача, чтобы ваши затраты на курс многократно окупились. Организационная информация, посмотрите, пожалуйста, по курсу. Курс будет длиться 24 часа, 3 дня по 8 часов. Каждый день у вас будет 2 кофе-брейка и обед. В обед я тоже с вами, я обычно иду в самые интересные дискуссии в кофе-брейке и обед. Можно будет подключиться по вебинару, то есть есть возможность слушать курс как точно, так и по веб. При вебинаре у вас будут включен микрофон, у нас включены колонки, и вы участвуете в общей дискуссии. В отличие от вот этого бесплатного рекламного такого семинара, там идет нормальная групповая динамика. Единственная проблема, вы не можете ощутить аромат кофе, скушать булочку и поболтать за кофе вот в приватных вариантов. Но опыт показывает, что когда вебинаристов у меня много, мы уходим на обед, а вебинаристы сами в чате, между собой, в общем, чате тоже очень хорошо общаются. Вы получите на курсе раздачный материал в основном весе в электронном виде. То, что здесь написано слово диск, это все неправильно, вы диск никакой не получите. Вы получите ссылку на файлообменник, то есть это все в облаке. И сможете скачать по этой ссылке куда угодно, где угодно материалы, а то у многих уже дисководов нет. Это учебник, это некоторые материалы лерн, это какие материалы, стратегический план и по кадрам. Книжка «Как учить взрослых» на русском, она в бумажном виде, она будет выдана всем очникам, а всем дистанционным слушателям будет отправлена почта. К сожалению, я не могу ее пока, ввиду переговоры, отправлять в электронном виде. Это чужая книжка. Значит, образцы каталогов можно будет скачать с сайта тем, кто по вебинару. Те, кто очный, могут получить их в бумажном виде. Презентация курса всегда доступна по окончании, то есть записывать на курсе нужно только то, на чем я буду делать акцент и какое-то внимание. Так. Хорошо. Идем дальше. По программе курса немножко вас сориентирую. Вначале мы посмотрим терминологию. Очень много терминов, которые вводятся для определения, для того, чтобы маркетинг и вообще деятельность образования взрослых как бизнес описывать. Много метрик пойдет, много формул будет, не так много, но будут формулы. Ключевые показатели эффективности, они достаточно интересные. Например, такие вещи, как точка безубыточности группы, точка бюджета группы и точка так называемой go-on-go point, точка снятия группы. Мы все это рассмотрим. Дальше. Особенности обучения взрослых с педагогической точки зрения. Требования к преподавателю. Преподаватель формально это не маркетинг, но на самом деле все, что мы делаем, это маркетинг. Поэтому по преподавателю требования будут очень и очень подробно. подробно изложены. Финансовый план и бюджетирование. Мы научим с вами делать финансовый план, бюджет. Будут даны четкие рекомендации, сколько тратить на преподавателя, сколько тратить на администрацию, какая должна быть прибыль, сколько тратить на рекламу и так далее. То есть бюджетирование будет полностью дано, будут даны все рекомендации с цифрами. Очень большое внимание уделяется печатным материалам, потому что наш бизнес, наш маркетинг – это директ-маркетинг. И разработка каталога, тексты, которые продают, требования к описанию курсов. Вот все у нас выпрыгаем услугу, это не материальная вещь, поэтому нам нужно очень хорошо ее описывать. Как это делать, буду рассказывать. Маркетинг, годовой маркетинговый план, маркетинг сети – все это тоже будет рассказано. Реклама и продвижение, эффективное продвижение, методики тестирования и отслеживания, то есть все это тоже будет. Интернет, электронная почта затронут. Анализ потребностей, опросы и, скажем, оценка результатов обучения пойдет. Разработка новых курсов – это мой любимый модуль, потому что могу сказать, что если вы не разрабатываете новые курсы, то ничего хорошего у вас не получится. На старье далеко не уедешь. Постоянно нужно на рынок выбрасывать что-то новое. Мы считаем, например, для себя это один из самых важных приоритетов последние пять лет. И как это делать, буду рассказывать. Экономический анализ курсов, прогноз, направление, аналитика – тоже все это будет. Ценообразование. Говорил, это очень важный момент по ценообразованию. Там много интересных вещей. Я прошел путь, когда я радовался, когда повышал цены, и когда я хорошо повышал их, и когда я их хорошо понижал, и радовался, что хорошо понижал. То есть про все расскажу. Причем, когда что делать. То есть время повышать цены есть, есть время понижать цены. Качество сервиса, понятно. Жалоба, претензии, возвраты. Дополнительные темы, которые не вошли в программу курса, но тем не менее будут рассказаны. Это кадры, идеальная структура кадрового учебного центра, метрики для каждой должности, ключевые показатели эффективности дам. Опишем, посмотрим, руководитель, специалист по операциям, продаже, развитие, маркетинг и пример описания должности. То есть в конечном итоге вы получаете пример, как описать должность, как ставить цели и задачи, вплоть до того, хотите, можете зарплату считать на основе этих показателей. И еще мы посмотрим с вами стратегический план. Посмотрим, чем он отличается от маркетингового плана. Посмотрим шаблон, пример. И дополнительно расскажу о новых форматах обучения, которые нам очень хорошо дали прирост по деньгам. Это вебинары, открытое обучение, очно-онлайновое обучение. Расскажу про модные MOOC, Massive Open Online Courses, про достоинства и недостатки, как я написал, в блеск-нищетам. Да, значит, самое интересное, я уже заканчиваю, как раз 30 минут. 32 тысячи рублей мы подготовили всем вам, участникам семинара. Первый, кто из вас оплатит курс, получит сертификат на 10 тысяч рублей, второй, третий по 5 тысяч, четвертый, пятый, шестой, седьмой по 3 тысячи рублей. Все, кто сейчас участвовал в семинаре, я вас видел, кто зарегистрировался, кто пришел, 70% скидка при оплате курса. Те сертификаты, которые вы получите, можно использовать при оплате любого из курсов центра, причем не только вами, но и вашими знакомыми и родственниками. Если вы хотите записаться, как говорят в телемагазине, звоните прямо сейчас. Я не могу сказать, что наши операторы работают круглосуточно, но до 7 часов они точно работают. Телефон с кодом Москве 495-232-3216. Время пошло. Спасибо за внимание, и я жду ваши вопросы. Как и обещал, ровно в 18.30 я закончил презентацию. Сам себе удивляюсь, как я выдержал этот тайминг. Так, хорошо, значит, вот у меня пошли вопросы. Я буду их озвучивать и отвечать, если нет возражений. Значит, почему бы не сделать курс контент редактор сайта? Его нет, а профессия есть и потребность тоже. Ольга, мы пробовали сделать такой курс. Это копирайка контент редактора. На самом деле это не все не так просто, потому что научить человека контент редактирование очень и очень непросто. Сначала нужно его научить русскому языку. Курс русский язык мы уже поставили. То есть первый этап мы прошли. Когда человек... Да, второй момент по контент редактору. Светлана, кто будет вести какой курс? По маркетингу образования взрослых буду вести я. Курс по русскому языку ведет один из наших хороших очень преподавателей. Посмотрите на сайте. По контент редактору сайта, значит, в курсе маркетинга образования взрослых будет очень много внимания уделено текстам. То есть что такое для нашего сайта с вами образовательных услуг контент редактирования? Это описание курса, описание акций, какие слова используют. Вот об этом я расскажу. То есть управлять вашим контент редактором и учить его жизни после проходения этого курса вы сможете. Так, значит, Ольга Чечина получает дополнительную скидку в 1000 рублей за первый хороший заданный вопрос. Предлагаю всем остальным задавать вопросы. Какой-то таких кассов будет в году? Уже есть планы. Очень хороший вопрос. Курсов будет мало, Светлана. Было три раза в год. Сейчас их два раза в год. Поскольку веду я, я человек достаточно занятой. Могу сразу сказать, что моя зарплата несколько выше, чем полный сбор по этому курсу. Читаю его в основном для собственного удовольствия. Честно скажу, потому что мне это интересно. Понятно, что не те деньги, которые вы платите. Но мне интересно, иногда общаться с единомышленниками, как-то рассказать о своем опыте. Понимаете, коллеги, в нашем бизнесе тоже вам очень хороший совет, почему наш бизнес всегда будет процветать. Потому что всегда есть естественные потребности одних людей учить, а других людей учиться. Вот такая потребность учить у меня есть. Поэтому курс этот будет очень-очень, скажем так, нечасто. Так, готов ли ЦКО специалист к освоению новых областей, организации новых курсов? Какой алгоритм, чтобы вы рассмотрели мое предложение? Очень хороший вопрос. Каждая организация должна каким-то образом дифференцироваться. Об этом мы с вами будем говорить на курсе. Я буду говорить, какие книжки вам нужно почитать, на основе каких книг мы ставим маркетинг в нашем центре. И в частности, на этой основе мы решили, что мы будем делать только курсы, которые офисные, или компьютерные, или экономические. То есть мы никогда не будем заниматься курсами по рабочим специальностям. Мы не будем заниматься курсами обманными, типа, как это самое, Forex, потому что это обман трудящийся. Ну и так далее. Мы, скорее всего, не будем делать курсы, как найти мужа, как выйти замуж за москвича, как выгодно продать свою квартиру, и как уйти от налогов. То есть вот есть какие-то вещи, которые мы не будем делать. Вот примерно так. А если вы хотите свое предложение, вы пишите на мой e-mail, директор.сомакоспециалист.ру, либо на любой e-mail центра с пометкой для меня. Передаду. По поводу организации образовательных программ по муниципальным заказам. Ольга, не любим мы это. Опыт у нас есть, но немножко объясню. Дело в том, что муниципальные государственные заказы вешают очень хорошо, но на них не разжиреешь. Это очень тощее питание. Очень тяжело завысить цену на муниципальных заказах за качество. К сожалению, весь алгоритм государственных заказов предусматривает борьбу наших любимых чиновников за деньги налогоплательщиков. Соответственно, с ФЗ, которые есть, они стараются купить подешевле. А мы, вот такой парадокс, очень любим продавать наши курсы дорого. Понимаете, вот как-то так привыкли мы к этому. Поэтому мы больше любим не государственные муниципальные заказы, а банки, серьезные компании, хороших частей клиентов, и те, кто готов платить за качество. Это наше позиционирование. С чего начать построение бизнес-школы, курсы по СММ, Ольга, с прохождением моего курса. И там этот вопрос как раз обсудим. Но сразу могу подсказать, у вас должно быть какое-то уникальное торговое предложение, у вас должно быть что-то такое, что есть у вас, а у других нет. То, что вас отличает от других. Пример. Если вы хотите заниматься спортом, то в баскетбол вы идете только тогда, когда у вас высокий рост. Вы идете в баскетбол. А если вы очень крепкий и сильный, вы идете в борьбу. То есть смысл в том, что у вас что-то есть изначально данное вам от рождения. Например, у нас было имя МГТУ и имени Баумана. Все, что можно из него выжить, и даже больше, но выжим. На счет ограниченного бюджета и нестабильной ситуации в мире, повторюсь, что всегда есть люди, которые хотят учиться и которые хотят учить. Чем нестабильнее ситуация, тем больше люди ищут новые возможности, тем больше они открыты к освоению новых курсов. Самый большой всплеск нашего развития мы имели в 1999 году и в 2009 году. Это самые лучшие годы, которые я могу вспоминать по развитию нашего центра. Потому что люди активно начинают шевелиться, чтобы чему-то научиться. Нет, мы не будем заниматься ничем, что не относится к обучению. Вот у меня есть предложение организовать какие-то другие деятельности. Мы не будем заниматься такими вещами, как обучение, как уменьшить налоги, как заполнить свою декларацию налоговую. Был у нас такой курс, но мы его сняли. То есть вот такие вещи мы делать не будем. Давайте еще вопросы, коллеги. Отвечу честно на все. То есть, понимаете, вы не бойтесь спросить, потому что не бойтесь того, что спрашивать. Не бойтесь того, что я не отвечу. Я отвечу на все вопросы. Будут ли у нас курсы обучения школьных учителей для предъявления дистанционных занятий для школьников? Есть ли такая специфика для предъявления таких занятий для школьников? Значит, смотрите, на моем курсе маркетингов и образования взрослых я достаточно долго расскажу про вебинары. Именно то, чем мы сейчас с вами занимаемся. Первое. Второе. Мы рассмотрим особенность слушателя вебинара по сравнению с очным слушателями. Это относится и к взрослым, и к школьникам. У школьников есть определенная проблема. Я расскажу вам об обучении школьников как очных, так и на вебинаре на наших курсах. Ну, мы не так много, но несколько тысяч школьников мы все-таки обучили. И несколько сотен вебинаристов. Вот расскажу такую историю смешную, что мальчик из Якутии у нас учился на курсах ЕГЭ. И все было хорошо, но к концу занятия он засыпал из-за разницы во времени, потому что разница достаточно большая. И когда у нас заканчивались занятия, у него уже была глубокая ночь. А так все нормально. Вот. Центр занимается только программой, практически, да, только программой повышения квалификации не более 72 часов. Значит, Ольга, коллеги, все, что вы думаете про образование, это вы не совсем правильно думаете. На самом деле, блочный модульный принцип – вещь очень хорошая. И за счет 72 часов по новому закону вы можете выдавать удостоверение установленного образца уже начиная с 16 часов. Более того, никто не мешает вам сделать программу на 200 часов и выдавать диплом установленного образца. То есть, все это допустимо. И об этом я вам расскажу на курсе. У нас есть программы повышения квалификации длинные, но они набираются. Человек берет 10 курсов и получается у него программа на дипломы. Дипломы мы выдавали по управлению проектами. Так что опыт есть. Другое дело, что мы в основном работаем в нецензовом и в наименее регулируемом образовании. Потому что чем образование более регулируемо, тем больше денег приходится платить регулятору, и тем меньше денег остается нам. То есть, если люди приходят в основном за корочками, пример, охрана труда, пример, какие-то курсы по безопасности цензовые, где нужно просто, чтобы корочка была. Пример, ну, в рабочем плане газосварщики, там крановщики, кто дешевле корочку продаст, тот и молодец. Заказчик выбирает тупо по цене. В результате смысла заниматься этим нет. Вот, да, вот Ольга была у Лукошкина на маркетинговой рекламе. Лукошкин, я его нежно люблю, у него замечательные совершенно курсы. Вот, он периодически в социальных сетях еще пишет про то, какое вино он пьет, то есть вообще интересно. Вот, но общаться с ним приятно, и потому как он сам рекламирует свой курс по рекламе, видно, что в рекламе он понимает. Как варьируются расценки курсов в зависимости от формы обучения? Прекрасный вопрос, заслужил, значит, человек с Витко, напомните, что еще одну тысячу рублей получаете в скидку. Потому что вопрос прекрасный просто. Значит, вначале мы, выходя на рынок, делали вебинары в полцены от частных лиц, цены, значит, почтового обучения. Почему? У нас была логика, что вебинаристов можно в группу много напихать, и они за место в группе не платят, давайте сделаем их дешевле. И в какой-то момент это было хорошо, потому что это открывало лазейку для тех, кто хочет заплатить мало. Это был 2009 год. Потом нам это постепенно стало надоедать, и мы столкнулись с таким, так называемым, внутренним каннибализмом. Когда люди вместо того, чтобы эти научные курсы, идут на вебинары, потому что это тупо дешевле. В результате у них рвется связь, проблемы возникают, и они говорят, что же это самое, вот идут только из-за цены. И мы сейчас выровняли цены, и очень многие люди, которые занимаются вебинарами из других компаний, там вот я сегодня беседовал с тренировой компанией, они тоже выровняли цены. И сейчас хорошим тоном, и практику, считайте, я еще один бесплатный совет, цены должны быть одинаковые. Есть ли статистика по сдаче ЕГЭ после прохождения обучения в нашем центре? Ольга Виткина, великолепнейший вопрос, конечно же, как же без этого? То есть вам тоже тысячу, потому что, ну, прекрасный вопрос. Сразу же после того, как мы провели первую группу по ЕГЭ по информатике, мы дождались сдачи экзаменов, мы обзвонили всех. И мы сейчас регулярно обзваниваем всех. Все сдают ЕГЭ, все поступают в ВУЗы. Причем самое интересное, что есть люди, которые поступают на платное, и все равно очень довольны, потому что они были совсем слабые, они стали, стройки на четверку мы их вытянули, понятно, что стройку на пятерку вытянуть ужасно тяжело, но они довольны. То есть мы это ведем, мы это даже публикуем на сайте. Я попрошу рекламщиков, чтобы они проверили, публиковали или нет. Сори, на какую почту писать предложение, пожелание о введении новых пользователей? Если есть идеи, значит, пожалуйста, вы все видите меня в списке ядиректорспециалист.ру. Всегда меня можно найти по имя, фамилии, можно посмотреть меня на сайте, и всегда моя почта, она, по-моему, везде в интернете, во всех спам-базах есть. Я ее не меняю, так что проблем у вас не будет. Так, у нас 4 минуты до окончания. Последние 4 минуты для вопросов. Так, налогообложения в некоммерческих организациях. Значит, хороший вопрос. Значит, у нас будет курс, значит, Ольга, БУГДПО, бухгалтерия дополнительного профессионального образования. И налогообложения в некоммерческие организации, только налогообложения, значит, он будет у нас такой курс для бухгалтера дополнительного профессионального образования. Там будет рассматриваться налогообложения в некоммерческой организации, образовательной именно, но не в каких-то других некоммерческих организациях. То есть, мы не будем рассматривать церковные организации, мы не будем рассматривать какие-то там правозащитные организации, у них свои, значит, фишки. А вот как раз в образовании, да. То есть, этот курс у нас был. Я не уверен, что он сейчас есть в расписании, но я думаю, что мы его где-то осенью восстановим. Так, коллеги, у меня осталась одна минута. Если у кого-то что-то осталось по вопросам, вы можете при записи на курс уточнить у наших консультантов какие-то дополнительные вопросы по курсу. Вот, я сейчас с вами прощаюсь. Я всех вас жду. Всем спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok